Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я рад вас приветствовать на канале Процветок. Меня зовут Русский Хиван. И сегодня мы поговорим с вами о такой группе препаратов, как фосфатовид и калиевид. Эти препараты производятся для стимуляции роста развития растений, для перевода труднодоступных фосфатов для растений в доступную для них форму, а также с целью стимуляции и защиты растений от различных заболеваний. Препарат этот применяется путем полива заявленной концентрации раствора в землю, а также обработки семян. Вся линейка препаратов фосфатовид и калиевид в своем составе содержит одну и ту же бактерию в одном и том же заявленном количестве. Производителем этих препаратов являются промышленные инновации ООО, а вот продавцом являются либо сами промышленные инновации, либо же ООО «Кактус». Точно так же, как и в случае с азотовидом. Существует довольно широкая линейка вот этих вот самых препаратов. У меня есть для рассады, у меня есть универсальная, у меня есть калиевид, он для клубники. В магазине можно найти целый ряд этих фосфатовидов и калиевидов, но я вас абсолютно уверяю, что это исключительно маркетинговый ход, потому что в состав каждого препарата ничего другого, как одна и та же бактерия одного и того же штамма с одним и тем же заявленным титром не входит. Заявленный титр 0,12 миллиардов на сантиметр кубический. Вообще довольно странно, что титр заявленный такой небольшой, поскольку это спорообразующая бацилла, очень близкая по своему родству к сенной палочке, но вот обладающая заодно вот такими удивительными свойствами. Их эти бактерии еще называют силикатные бактерии. У силикатных бактерий имеется дополнительное свойство к фосфатомобилизации. Это возможность растворения силикатных веществ, комплексов силикатных, которые являются основными компонентами почвы, то есть вот этого минерального компонента почвы, в своем составе они могут содержать связанный калий и кальций, которые тоже из этих глин, из этих минералов, недоступны для растений, а благодаря работе вот этих вот бактерий они становятся вполне-вполне доступными. И это очень хорошо. Конечно, большой вопрос – это качество самих препаратов, которые никто, так сказать, официально не оценивает, документов не выдает на наличие там или отсутствие заявленного компонента и еще каких-то к ним, поэтому этим придется заняться нам, тем более, что мы это делаем по просьбе наших зрителей, подписчиков, и не без их участия мы получили образцы этих препаратов. Итак, у меня есть 4 партии. Номер 195 от 27.03.19, номер 401 от 01.10.2018, от 09.04.2019 номер 202 и номер 244 от 21.05.2019. Сразу скажу, что количество бактерий, заявленное количество бактерий, вполне соответствует тому, что здесь прописано на упаковке. Могу также сказать, что, ну вот, высевалось все это на чашечке Петри различными способами, и один из методов, метод истощающего штриха, использовался для оценки очищенности, очистки этих препаратов, что там есть, однородные они или неоднородные. Начнем с партии номер 244, калий, вид, клубника. Еще раз напомню, что бактерия здесь одна и та же, то есть это все одно и то же. Какой бы ни был калий, вид или фосфатовид, это все одно и то же, налито из одной бочки. Могу сказать, что здесь обнаруживается некоторая неоднородность, есть примеси, но они минорные, они не составляют основную массу этого препарата, поэтому никаким образом повредить не могут. И основную массу, прям подавляющую массу препарата составляют те самые фосфатомобилизующие и силикатные бактерии, которые здесь заявлены. Этот препарат вполне может использоваться для домашнего использования. Следующая партия, которая меня заинтересовала, была в наличии, это фосфатовид для рассады, партия номер 195. Она является еще более однородной, нежели чем вот этот вот калий вид. Примесей в нее почти что нету, отсутствуют эти примеси. Ну, есть там какие-то маленькие вкрапления, но погоды даже при домашнем разведении или поливе почвы, они абсолютно никак не сделают. Следующая партия, это фосфатовид универсальный под номером 401. И могу сказать так, что здесь бактерий, которые бы принадлежали к заявленному за организму, не выявлено. Хотя выявлены другие бактерии, но они абсолютно морфологически отличаются от того, что здесь заявлено. Они желтые, они не обладают фосфатомобилизующей активностью и не являются тем, что здесь было заявлено. Причем они здесь составляют основную массу, основной компонент. И поэтому качество вот этой партии, фосфатовид универсальная, под номером 401, с моей точки зрения, является сомнительным. И фосфатовид для рассады под номером 202 у нас остался. И могу сказать, что в целом партия очень однородна, очень чистая. И действительно здесь имеется то, что заявлено с хорошей фосфатомобилизующей активностью. То есть я хочу сказать, что здесь мало было в оценке качества этих препаратов просто выявить какой-то основной компонент, количество этого основного компонента и что он живой, он здесь есть. Здесь надо было, конечно, провести оценку активности. Потому что бактерии могут быть, а активности у них может не быть целевой. То есть они могут не работать. Но могу сказать так, что за исключением партии номер 401, все вот эти вот остальные испытанные являются высококачественной, хорошей продукцией, которая может действительно использоваться на ваших участках. В том числе для размножения препаратов в домашних условиях. Как же защититься от подделки, в частности при размножении этого препарата, для того, чтобы быть уверенным, что вы размножаете действительно целевой микроорганизм, а не какую-то странную ерунду, которая сюда попала и не обладает соответствующей активностью. Поскольку это спорообразующие бациллы, они выдерживают нагревание до 100 градусов. Там останутся споры. Примеси вот эти, которые здесь оказались, ну, конечно, я не могу гарантировать, что не окажутся в следующей бутылке какие-то другие примеси. Кто их знает, что туда еще плеснут. Но могу точно сказать, что если нагреть до 100 градусов нормальный фосфатовид и охладить, и даже можно покипятить 5-7 минут, и потом охладить, и потом заселить, и если будет у вас наблюдаться рост, то с большой долей вероятности, там, огромной вероятностью вы будете размножать то, что хотите. То есть, ту самую бациллу. Потому что не спорообразующие, не бациллярные штаммы. Ну, вряд ли здесь можно вплеснуть сибирскую язву или еще что-то найти. Но, по крайней мере, среди тех бактерий, которые я здесь нашел, вот эта примесь при кипячении не живет. Она вполне себе погибает уже даже при температуре 80 градусов Цельсия в течение 10 минут. А вот эти все выживают даже при 5-7 минутном кипячении. Ну, клетки умирают, а споры остаются. Поэтому это может быть одним из способов избавления от каких-то нежелательных примесей или же выявления здесь того компонента, который заявлен и который будет работать на вашем участке. Что ж, я желаю вам удачи в использовании этих препаратов. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok